В 2013 году Сарапульский радиозавод получил новый импульс развития. В результате смены собственника и руководства предприятия, благодаря преданности сотрудников совместными усилиями руководства города и республики, радиозавод вернул позиции перспективного предприятия, которое с уверенностью смотрит в будущее. Председатель Совета директоров Сарапульского радиозавода Александр Владимирович Савельев в специальном интервью рассказал о сегодняшнем дне предприятия и ближайших перспективах. Мы уверенно идем вперед, наращивая объемы производства. На 2016 год объем товарной продукции мы выпустим на 2,3 миллиарда рублей. Значит, соответственно, на 2017 год сформулированы или сформированы более грандиозные планы. Почему? Потому что число работающих в настоящее время на заводе составляет 1,7 тысячи человек. Мы взяли обязательства перед правительством республики, перед городскими властями, что ни один человек не будет уволен с завода. Мало того, у нас есть планы по расширению производства и по увеличению численности. Поэтому всех милости просим. Большое внимание на радиозаводе уделяется работе с персоналом. Сотрудники проходят обучение, повышение квалификации, проводятся конкурсы и научно-практические конференции. Когда предприятие находилось в кризисе, очень многие креативные специалисты с завода ушли. Предприятие резко постарело. Договорились с фондом занятости города Сарапова о том, что они открывают с 2017 года целую линейку курсов. Мы будем их оплачивать по подготовке регулировщиков, монтажниц. В общем, основные специальности рабочие, которые крайне нужны заводу. Кроме того, установили прямые контакты со школами, колледжами, ИЖГТУ, нашим филиалами ИЖГТУ. А целевой подготовки для Сарапульского завода новой молодой смены. Ну а что касается заработной платы, без ложной скромности скажу, что за три года заработная плата на предприятие возросла практически в два с половиной раза. Завод должен стать родным домом. По сути дела, здесь должна сформироваться некая общность, семья. Мы все делаем для того, чтобы предоставить человеку такой социальный пакет, чтобы люди сюда шли с удовольствием работать и получали огромное удовлетворение от работы на нашем предприятии. Объемы производства нужны не ради объема, а для того, чтобы оказывать людям адресную помощь, для того, чтобы повышать заработную плату, для того, чтобы решать социальные проблемы на заводе. Для того, чтобы люди чувствовали, что завод – это его родное предприятие, это семья. Руководитель предприятия, так сказать, это прежде всего, ну, отец родной, что ли, да, для многих, особенно для молодежи, да. А отец, он должен заботиться прежде всего для того, чтобы семья была богатая, дружная, так сказать, чтобы здесь царил, значит, с одной стороны деловая какая-то атмосфера, с другой стороны, так сказать, атмосфера всеобщей какой-то любви семьи. Сегодня выполнение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ помогает заводу находиться на острие современных достижений в области средств связи. Активно ведется выставочная деятельность. Только в этом году предприятие приняло участие в трех специализированных выставках. Последние 10 лет мы практически нигде не выставлялись. И когда в 2016 году, это уже наша третья выставка, это первая был Нижний Тагил, после этого мы участвовали в международной выставке в Казахстане, Кадекс-2016 и, наконец, армия-2016. По сути дела, эти контакты решили самую главную проблему, которую я ставлю – увеличение выпуска промышленной продукции. Увеличение выпуска промышленной продукции – это повышение заработной платы, это решение социальных проблем, это техническое переоружение завода, так сказать, это новые инвестиционные продукты. Мы сейчас перешли буквально в этом году на создание условий для появления новых инвестиционных разработок. И благодаря поддержке заказчиков всевозможного уровня нам удалось поставить с 2017 года три крупных научно-исследовательские, одна научно-исследовательская работа и две опытно-конструкторские работы, основанные, опять-таки, на широчайшем использовании новых физических принципов, новых технологий, новых идей. Это изделия, которые тоже будут соответствовать лучшим мировым образцам. Год назад Александр Савельев избран депутатом Сарапульской городской думы. Его богатый профессиональный опыт и высокие личные достижения нашли применение и в депутатской деятельности. Работники завода – это жители города. Чем будет более комфортен город, чем более он будет благоустроен, тем больше молодежи останется здесь у нас в городе. Обязан просто участвовать в городской жизни для того, чтобы город становился лучше, комфортней. Совершенно искренне, так сказать, надеюсь, что в своей депутатской деятельности я буду способствовать решению этого вопроса. И это отразится на общем состоянии наших работников. Естественно, будут с удовольствием идти на завод и здесь работать в нашем городе и на заводе.